Это стройка Да, строительство идет храмово-большого комплекса Храмы мучеников, это Братиславский парк имени Артема Бровика Ну и вот идет строительство нового большого храмового комплекса В честь мучеников Анатолия и Протериона Некомедийских, ну это были мученики Еще в древние времена, времена Римской империи В Некомедии такая была местность Ну и вот они пострадали за Христа За веру во Христа, за христианство Тогда многие христиане пострадали Многих усекли мечом Многих сожгли в печах, ну и так далее Подвергли разным истязаниям от зверей Да, вот, ну и соответственно Вот потом Естественно их прославили в лике святых Ну и вот этот вот здесь стоит большой храмовый комплекс В честь этих вот мучеников, древних мучеников римских Ну, которые жили в Римской империи Ну и как тебе нравится Ну это вот парк Артема Бровика Журналиста Который погиб Во веб-катастрофе В 2000 году Ну и соответственно этот парк вот как раз тогда же и создали здесь Тогда здесь Шло Массовое жилищное строительство Вот эти дома построили в 90-е годы в основном Ну и вот собственно создали парк Для жителей окрестных домов, районов Такой как бы культурно-досуговый центр прогулочный Ну парк, конечно, можно назвать с трудом Парк с трудом можно назвать Все-таки тут очень мало зелени Вот, но все-таки как-никак Место для прогулок это точно Ну летом, конечно, здесь народа очень много Сейчас обойдем Тоже что-то делать Сейчас спортивная площадка Делают, да Вот, ну а сейчас, конечно, уже прохладно стало Хотя, видите, травка еще зеленая Прям как будто бы весной Ну она искусственная Тут видно, что искусственная Постерили искусственные газоны Хотя, в принципе, сейчас она и в естественных районах тоже кое-где пробивается Ну потому что погода хорошая Поэтому теплая достаточно для этого времени года Необычная Ну поэтому Так и бывает Ну это вот Детский центр Вот Вон еще идет строительство Еще одного дома лепят Где только можно Тоже это вот такой Братиславский круг Так называемый Еще называют его Иногда жители говорят Местное мы кругу Встретимся Или там Погуляем на кругу Ну этот парк называют Как Братиславский круг Ну потому что он имеет Такую круглую форму Если вот посмотрите Там по карте Вот То он имеет вот Круглую форму Прямо Такой Абсолютный круг Как говорится Полностью Круговый Вот по кругу едут машины Вот там Это улица Братиславская И Перерва Здесь пересечение Братиславской улицы Улицы Перерва Ну и вот Внутри этого круга Как раз и Вот этот находится Парк Артема Боровика И в этом парке Вот Сейчас мы сходим Наверное Церковь Вот Праведного Артемия Веркольского Которую здесь построили В 2015 году Вот она перед нами Парк Довольно-таки большой Да Его кстати Перепланировали Вот здесь В 2012 году Масштабная работа прошла То есть парк по сути Был создан заново То есть он был и до этого Но он просто был перепланирован То есть тут создали Новые дорожки Тут велодорожки Появились там Да Вот эти всякие там беседки Детские площадки Котлок Вот это вот тут Тоже создали Ну вот вскоре построили храм Ну правда попозже Чуть в 2015 году Так называемый Временный храм Хотя Ну странное название На самом деле Конечно более правильно Просто малый храм Деревянный Ну такой небольшой Ну и соответственно Сейчас видите-ка Строится Рядом с ним Такой-то Большой уже храмовый комплекс За большим храмом В честь Мучеников Анатолия Протолеона Ну и так же он будет Посвящен Павшим В годы Великой Отечественной войны Ну и сейчас Эта тема Очень популярна Ну и соответственно Вот тоже строится Здесь такой будет Как бы храм Воинской памяти Воинской славы Ну то есть Типа такого Соро-рода Мемориальный комплекс Да Да Чикана Вот Наверное открыт Пойдем Сходим Посмотрим Вот там Прямо за храмом Все Территория огорожена Зеленым забором И вот там Идет Все там Земля выборочена Там Котлован Наверное Скорее всего Еще пока только началось Строительство Недавно Фундамент Еще строится Так называемый Нулевой цикл Ну и вот Сейчас там Идет строительство Наверное Годик через два Примерно Там вырастут Новые здания Храмовые Ну и целый комплекс Ну естественно Построят И наверное Большой там Приходской дом Там Воскресная школа Ну в общем Такой Как это все Какие-нибудь Может аллеи там Сделают Всякие Стеллы памятные Ну как обычно Делаются Посмотрим Ну и самое главное Конечно Это храм Новый построят Это ясно Вот Ну это вот Храм Праведного Отрока Артемия Веркольского 2015 года Постройки Ну то есть Ему еще меньше Пяти лет Этому храму То что тут Построили На части Вот этого парка Артема Боровика Не знаю Как сказать Народу много бывает По воскресеньям Храм маленький Народу много бывает По воскресеньям Да-да-да-да С военнослужащими Социальная деятельность То есть Да Миссионерская деятельность То есть Да Тут же рядом Спортивная площадка Вот она И там вот идет Строительство Нового храма Даже можно Почитать Вот там Написали Да Вот такой будет Храм Сейчас посмотрим Такой информационный Стенд Повесили Значит Что У нас тут Строительство Православного Мемориального Храмового комплекса Посвященного Памяти погибших Воинов И памяти Погибших Военных корреспондентов Вот В честь Святых мучек Панатолия Протолеона И святого праведного Артемия Веркольского Ну Артемия Веркольского Уже есть Вот этот вот храм Да Но будет строиться Еще Вот этот вот Большой храм Такой будет Да Даже два храма Получается Видите как То есть Вот этот один И второй храм Они будут рядом Находиться Но этот наверное Такая Типа небольшая Часовня Останется Может быть там Скорее всего Крестильный храм Из него сделают Ну как обычно бывает Начало строительства Второй квартал 2018 года То есть Видите уже Получается что Полтора года Идет строительство На качание Чертый квартал 2020 Ну то есть В конце следующего года Ну Не знаю Честно говоря Слабо в это верится Как-то там Работа слабо Продвигается Наверное Финансирование неплохое Не очень хорошее Ну да Это типа Вольера Какого-то Интересно Что там Там что-то есть По-моему Да Там не только Гульки Там наверное Еще кто-то Живет Ну-ка Осмотрим Да Голубятня 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 Передана Храму Казаками Марь Это Голубятня Атаман Сакур А это Голубятня В 2016 году А зачем она Нужна Храму Они Смотри Все Обгадили Видишь Да Странно Конечно Ну ладно Ну да Ну да Да Церковная лавка Небольшая Ну вот вход в храм Сейчас посмотрим В скамеечке Посидеть нужно Не, не попробуй Работает он Нет Идем Че стоишь Иду Вот тут Видишь на песне В юбке В юбке Надо входить Смотри Все Читает Ну и сейчас Я посмотрю Ну да Сходим Вот такой храм Расселюсь Я в душу Хорошо Спасибо Спасибо с макет будущего храма, будущих двух храмов получается. И тоже вот денежку можно отдать. Анатолий Протелеон как раз, вот эта вот икона храмовая. Вот такой он будет, да? Да. Ну, это красота. Ну, это да. Причем хотят уже в конце следующего года сделать. Что-то сомнительное, что ли. Да. Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok